Привет, друзья! Сегодня к вам с очень вкусным пломбирным муссом с шоколадом. Еще его называют очень таким вкусным словом намилака. Он подойдет прекрасно для различных муссовых десертов, пирожных, тортиков и также как прослойка в тортик. И как отдельный десерт его тоже можно кушать. Очень вкусно! Для начала нам нужно замочить желатин. Замочим желатин в воде комнатной температуры и оставляем на 15 минут набухнуть и впитать полностью в себя всю жидкость. Затем отвешиваем молоко на весах, добавляем к молоку столовую ложку сахара и у меня это в микроволновке, можно просто в кастрюльке, доводим до кипения молоко. Вот только чтобы оно начало подниматься. Затем в горячее молоко добавляем желатин, перемешиваем его до полного растворения и вводим шоколад. У меня здесь будет крем и на белом шоколаде и точно таким же образом делается и на молочном, и на черном шоколаде. Прекрасный получится десерт и три шоколада можно так сделать. В общем, очень вкусно. После растворения шоколада получилась вот такая вот белая масса и также получилась вот такая вот шоколадная масса из молочного шоколада у меня. Затем нужно отставить массу, чтобы она остыла немножко и как раз этим временем мы будем взбивать жирные сливки. Сливки жирностью 33 процента, они холодные из холодильника, взбиваем без добавления ничего и до устойчивых плотных пиков. Взбиваются они быстро, так как их немного на данное количество. После того, как они начали наворачиваться на венчик, можно остановиться, не перебейте их в масло. Масса, которая осталась на венчиках, как раз мы этими венчиками размешаем шоколад. Для того, чтобы облегчить шоколадную массу, дать ей немножечко еще остыть дополнительно, масса должна быть практически комнатной температуры. Затем шоколадную массу соединяем со сливочной. Аккуратно венчиком снизу вверх будем перемешивать, покажу на темном шоколаде, потому что более видно процесс соединения сливок. И получается вот такая вот легкая и мягкая масса, но она довольно быстро начинает схватываться. Если вам для муссовых пирожных, начинайте работать прямо сейчас. Если для каких-то тортиков, подождите минут 10, масса уплотнится и можно работать, как с обычным кремом для прослоек. У меня это будут вот такие вот очень интересные пироженки, очень вкусные. Если хотите, потом, конечно же, выложу и их рецептик. С вами, как всегда, был, друзья, кекс. Намилака очень простая, очень вкусная, крем просто великолепный. Обязательно пробуйте. А с вами, как всегда, был кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока!